Добро пожаловать на наш канал! Доброе утро всем! Эта методика основана известным предпринимателем. Человек, который на протяжении всей своей жизни собирал знания по успеху, это Владимир Долгань. Владимир Долгань сам из простой рабочей семьи всего в жизни достиг сам, именно благодаря тому, что он всегда развивался, применял эти практики в своей жизни и получил результат. Но не только в своей жизни, но и также в своих учениках, да, то есть это работало. Поэтому была создана система, которая сейчас уже 5 лет дает очень большие результаты. До этого это было только онлайн. С апреля этого года созданы интеллектуальные клубы и эта система доступна уже нам. В Николаеве у нас июля месяца. 12 июля было открытие нашего клуба и сейчас очень активно развиваемся здесь. Так что, друзья, у вас есть возможность быть одними из первых ласточек, которые попробуют это все. По поводу самой методики, если, например, в спортзал там, да, расписывают себе какую-то диету, расписывают количество дней, когда в неделю надо там ходить. Подождите, как здесь быть, как быть с мозгами, скажем так, как часто их надо тренировать, с какой систематичностью, вот, как здесь быть? Благодарю, да. Действительно должна быть систематичность, это все верно. Потому что сейчас есть очень много тренингов, когда человек один раз приходит, попробует, да, вроде отработает навык, но практически в своей жизни он его не принимает, не применяет, потому что спонтанно не возникает привычка. Нужно тренировать постоянно, да, у нас тренировки проходят каждый день онлайн, каждый человек сам в своем личном кабинете тренируется, и плюс дважды в неделю в интеллектуальном клубе отрабатываются практические навыки. Это 90% практики, это и ораторское искусство, и умение правильно, четко выражать свои мысли, креативность, да, у нас очень веселые, интересные тренировки, мы дивергентность, мышление, да, наверняка все видели фильм «Дивергент», это много вариантов решения различных задач. Мы подходим к этому очень интересно, это все наши авторские методики. То есть каждый человек, как вы сказали, да, то есть как ему подобрать свою диету, он приходит к нам в интеллектуальный клуб, пробует, первая тренировка у нас всегда доступна каждому человеку, а дальше у нас система абонементов, да, то есть как и фитнес-клуб, мы предлагаем приобрести абонемент в наш интеллект-клуб и дальше тренировать свои мозги. Подбираем, исходя из цели и задач, то есть те качества характера, которые человек хочет улучшить, да, то есть вот у него есть определенная задача, цель в жизни. Для этой задачи ему нужно обладать какими-то важными навыками, не только профессионализма, да, то есть вот есть какая-то профессия, например, музыка, да, вот чтобы было понятнее, надо знать ноты, надо знать сольпеджи, все остальное. Но есть еще качества, которые необходимы, настойчивость, уверенность в себе, да, то есть умение довести дело до конца, не бояться ошибок, да, преодолевать их, потому что не сразу все получается. Точно так же и у нас. То есть те качества характера, которые человеку нужны, на них делается больше уклод. Но у нас есть интеллектуальные спирали роста, да, то есть 37 недель они рассчитаны, и каждый человек идет постепенно по этим спиралям. То есть мы прорабатываем комплексное развитие. То есть 37 недель, и через 37 недель можно сказать, что я там гений или как? Какой результат? Вы получаете, знаете, у нас как интеллектуальное каратэ, черный пояс, третий дом у вас будет, то есть каждый месяц дает нам новый пояс. Все верно, мы выходим на новый уровень развития, и знаете, вот как сказал Сократ, наверное, да, что я знаю, что я ничего не знаю. Точно так же человек, он развивается, он меняется, он становится совершенно по-другому, смотрит на разные ситуации, но при этом у него нет дела совершенства. То есть играются вот эти рамки, скажем так, которые были навязаны ранее. А если говорить о вот этих тренировках ежедневных, да, в онлайн-кабинете своем, что это вот на практике, как это выглядит, и с какой мотивацией приходят чаще всего вот николаевцы, что они хотят? Стать миллионерами, президентами компаний, какая цель или просто личностное развитие? И разные цели, да, есть действительно люди, которые хотят стать миллионерами, кто-то хочет построить карьеру, кто-то хочет быть просто счастливым человеком и строить правильные, хорошие, гармоничные отношения в жизни. Кто-то хочет быть здоровым, и все это мы как раз даем. То есть эти как раз 37 недель роста, они рассчитаны на проработку всех качеств характера. То есть птица не может лететь на одном крыле, правильно, не может быть только успешной. Она хочет быть и счастливой, строить гармоничные отношения и духовно развитой. То есть все эти качества мы как раз и помогаем развить человеку. Но опять же, мир очень сильно меняется, и сейчас мы живем во время четвертой промышленной революции. То есть если 50 лет назад человек мог устроиться на какую-то фирму и работать там до пенсии, то сейчас мы не знаем, будет ли через два года отрасль, в которой мы работаем актуально. Да, и это фирма, и отрасль, и все остальные. Да, да, и знания очень быстро устаревают. То есть наша задача – сформировать гибкость человека, да, потому что в дальнейшем на рынке труда будут люди востребованы, которые умеют дополнять искусственный интеллект, гибко приспособить в этих ситуациях, генерировать идеи, быть очень, знаете, умственно разным. Потому что 70% специальностей – это умственный труд, да. То есть мы передаем роботам, искусственному интеллекту, различным, да, то есть машинам, то, что раньше выполняли люди. Поэтому человек должен максимально развиваться, и это очень важно. И опять же, не только быть, знаете, вот как это сказать, эрудированным, но и качественными характерами обладать, чтобы доводить дело до конца, да, то есть быть выносливым, преодолевать стресс. Одним словом, научиться отличаться от интеллектуального, точнее, штучного интеллекта – быть креативными. Креативными, все верно. Какой человек может делать, креативить и что-то создавать в своей голове, а потом это руками или чем-то другим уже, соответственно, воссоздавать. Если мы говорим о тренировках, как они проходят и что это за упражнения? Потому что хотелось бы, возможно, какие-то там лайфхаки, хотя бы несколько для наших телезрителей, которые сейчас смотрят. Что можно использовать ежедневно для того, чтобы улучшить хотя бы как-то свою жизнь? Прекрасный вопрос. Я действительно хотела бы поделиться очень простым упражнением. С каждым специально вот пришла сегодня, подготовилась. Сейчас я объясню, что это. Сейчас очень много книг и фильм «Секрет», которые нам говорят о том, что мысль материальна, то есть что очень важно контролировать свои мысли, думать позитивно. Но не всегда это получается. Почему? Потому что учеными доказано, что у обычного человека пролетает в голове более 50 тысяч мыслей. Но если я вас сейчас спрошу, Виктор, скажите, пожалуйста, 100 мыслей, которые пролетели у вас вчера, я думаю, что вы, наверное, не вспомните. И вам будет это сложно. То есть, ну, если вот так вот опять же идти по данным ученым, большинство мыслей у нас идут негативных. То есть мы сомневаемся, боимся, да, волнуемся, что-то еще, да, то есть как-то себя ругаем, может быть. Так вот, есть хороший инструмент – резиночка, да, то есть это простое упражнение, когда вы протягиваете, пролетает у вас в голове какая-то мысль, например. Ну, я боюсь, наверное, у меня это не получится. Вы берете, просто оттягиваете эту резиночку, бьете себя по руке, да, и у вас, получается, формируется такой тактильный ягодь, да, то есть плохая мысль, да, то есть негативное ощущение, боль. И за 30 дней реально очень просто можно избавиться полностью от негативных мыслей. То есть сначала, ну, где-то уделить час времени, обратить внимание, какие мысли у меня бывают в голове, да, какие хорошие, какие плохие, да, потому что, ну, врага надо знать в лицо. То есть это надо сначала… Понимать, с чем бороться. Понимать, с чем бороться. Ну, и такой вот небольшой пример по поводу материальности мыслей. Известные случаи, когда в Америке рабочий, которого случайно закрыли в морозильной камере, он умер от переохлаждения. Но что интересно, да, то есть этот человек фактически себя сам убил своими мыслями, потому что холодильная камера была отключена, там было тепло. То есть был какой-то праздник, рабочие отметили, да, то есть его закрыли случайно. Он долго стучал, но никто не слышал. У него с собой был перечинный нож, он выцарапал, что я замерзаю, мои конечности уже, да, то есть я перестаю их чувствовать, дорогие мои близкие, родные, я вас люблю, я с вами прощаюсь, ну вот я так. Так, когда вскрытие было, да, показалось, что этот человек действительно умер от переохлаждения, но фактически он заморозил себя своими мыслями. Поэтому, друзья, это упражнение еще называется воспитатель миллионеров, да, то есть его я советую каждому применять. Сначала 30 дней используем эту резинку для того, чтобы воспитывать в себе миллионера, а потом используем для того, чтобы пачки денег паковать. Одну создать со вторым, да, так что вот так, резиночку будем потом использовать со временем. Вам спасибо большое за весьма интересный совет для наших зрителей. Я тоже, надо сегодня будет воспользоваться одной из таких, таким лайфхаком. Да, да, я думаю, что даже 10 сразу повешу, чтобы быстрее это все было. Друзья, тренируйте свой мозг и помните, что в Николаеве есть возможность потренировать его в коллективе таких же единомышленников, как вы, которые хотят либо стать миллионером, либо хотят личностного развития. Вам спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня в студию.